1 мая 2023 сегодня с праздником всех труда вчера была отсутствовала дома пришла и было вот это окно которое у меня на кухне да маленькое окно жалюзи вот она щеколда которая вот это вот и она я закрывали и обычно она была открыта я такая ну мало ли ну короче жалюзи были опущены но щеколда было вот это она была открыта хотя хотя она должна быть всегда закрыта ну почему-то я откликалась мало ли забыла поела я продуктов и что у меня начала колоть по все стороны по всему телу чешется все вообще очень неприятно и все колики по всему телу это признак того что туда были все продукты от были отравлены мои вот сейчас я покажу на двери на двери вот здесь уже плохо видно темноте так как лучше смотрите вот вот у меня цепочка вот эта цепочка которая закрывается дверь на цепочку вот с этой стороны вот видят треснутая штука не было целая пить отреснутая треснутый металл треснутый как надо бить было в дверь чтобы чтобы выбить выбить вот этот сломался вот этот металл кусок металла чтобы открывать и вот такая вот застежка должны быть должны быть у вас все застежки быть чем больше застежек на дверей тем лучше потому что ночью приходят вкалывают уколы делают вкалывают все что угодно делают я себя поймала на мысли я себя поймала на том что я просто ложусь в кровать а до кровати ложусь в кровать да это под утро где-то вот а до того что я делаю вообще мне ничего не помню просто чистый лист то есть если я стала попить или пописать почему я вставала у человека дал тоже должно быть память у меня чистый лист бумаги совершенно вот все чтобы вот что происходит истирание памяти выключают поэтому у вас на замках на дверь на дверях должно быть десять и еще заклеиваю мне еще посоветовали заклеивать еще и заклеиваю бумажкой вот этой вот на ночь на на дверях должно быть 33 замочка как раньше было помните как в анекдоте да а на щеколду а на цепочку а на замочек а на крючочек она 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 там присоску а забыл ну вот будем спать открытыми да вот старый добрый анекдот такой да но в нем очень очень раньше над ним конечно были маленькая смеялась но сейчас все понятно что это очень верно все так покажу вам балкон балкон здесь также жалюзи которые вот это все у меня тут тоже и заклеиваю чтобы было это и заклеиваю чтобы увидеть было да что не заклеена и вот такие вот стоп с этой стороны стоп называется стоп жалюзи вот такие вот штуки которые вообще он открывал всегда их псиоп их открывал всегда почему-то не сработали они с той стороны отжимают вот эту штучку и это и она и она и открывали всегда входили сейчас я сделала внизу вот такая штука которая с двух сторон вот так и юж нельзя открыть вот она вот закрыта вот на эту и с этой стороны да не получается не не входили еще вот балкона но вот такую же штуку как он открывает с той стороны как они открывают не представляю но вчера было отравление новое вот поэтому чем больше у вас затычек запоров чтобы ночью были закрыты чтобы никто не смог войти чтобы днем когда уходили и всегда оставляйте вещи которые волоски невидимые там бумажки заклеены которые покажут вам входили ли в дом на бумажках были должно быть боль очень тонкие бумага должна быть очень тонкой я использую и журналов такие тонкие сейчас журналы рекламки они очень тонкие листочки эти очень тонкие поэтому чем тоньше чем лучше потому что они отрывают всего па отрывают их и и заново приклеивают клей должен быть виниловый у меня он кривинил вот такой вот и и сохнут а ночи 4 минуты сохнут на двери вот эти бумажки и стокнут 4 минуты надо подождать чтобы высохла потому что они отклеивают и приклеивают заново бумага если толстая она отклеивается псёпами и приклеивается заново и и держится поэтому вы она вас не спасет не будет признаков открытия поэтому очень важно знать что были кто-то в доме чтобы вы знали что ваши продукты должны были могут быть отравлены вот привет вам от моего любови который берет диван хозяйский да вот такой бандитос любимый да вот так мы кусаемся любовь моя моя хорошая дальше ну вот полярная сонель солнечная панель панелла солари солнечная панель короче используют для света в квартире потому как электричество нет когда я не оплатила эти квитанции тогда просто забрали все покрали даже даже письма в которых были квитанции об оплате вот и я не оплачивала их потом просто отключили ну и что и пофиг я освободилась от от эннелла который наш наш манипулист по электричеству который такие ставит безумные счета вообще вообще просто безумные очень подорожало электричество в италии и но проблема у меня всего лишь стирать я хожу в праздничную не проблема моюсь я на море да я ежедневно хожу окунаюсь что еще а ну если помыться так я воду воду подогрею газ есть естественно могу подогреть вот что еще в общем все жизни вообще очень мало нужно для счастья выходит получается потому как достаточно лишь иметь здоровье ребята все самое ценное у нас это здоровье которое отнимают естественно поэтому надо не позволять вот вчера опять отравление было у меня это очень плохо очень плохо вот и и знаете что на рынке до вчерашний эпизод с рынка хочу рассказать я пошла на рынок покупаю покупаю оливковое масло такое развесное взяла саму маленькую бутылочку такая смотрю все наблюдаю как он отливает все и потом сзади меня был тип видела я тип который он прям два телефона у него были понимаете два телефона он держал в руках два телефона один и второй вот и кружился я остановилась смотрю на него он отошел но там все было рядышком и естественно когда я уже отвернулась к на рынке к этому продавцу этого масла наливает смотрю потом раз момент ответственный момент когда закручивает меня раз голова поворачивается в другую сторону то есть он мог его отравить продавец мог отравить это масло и опять же покупаю творог то же самое смотрю он разрезает вот такие полтора килограммовые такие пачки творога да и они их разрезают уже в бумаге они такие разрезают это прямо в бумаге и заворачивают потом уже в целлофан себе сколько надо да там вот отрезают мне часть этого творога и опять же я все слежу все как он упаковывать его опять же в определенный момент я раз отворачиваюсь в другую сторону смотрю в другую сторону в тот же самый момент что когда он мог отравить этот отравить этот творог вот на чем я себе ловлю что меня мной управляют и в определенные моменты я действую по как в ролике как ролике было объяснение в одном что поведением действиями и человек ничего не может сделать и действительно как автомат я поворачиваюсь в самые нужные моменты когда отворачиваюсь и там может в этот момент происходить закладка той же химии сегодня еще всю эту хию еще еще чувствую у меня колики по всему телу и чешется все тело вот и сегодня это есть присутствует вот что было на рынке и вот как с этим бороться вот как с этим бороться как в итоге масло конечно оно несъедобное оливковое это который я купила но хотя бы уже не литр выбрасываю а 250 грамм миллилитров уже одну четверть уже я должна покупать вообще мензурками потому что чтобы его использовать и не жалко денег выброшенных потому что 10 евро и литр масла оливкового и хотя бы уже маленькими порциями то впервые я стала после десяти лет в общем то ну и ранее надо очень маленькие порции покупать чтобы это проверить эту порцию не отравлено ли и чтобы если выбросить не жалко и использовать опять в доме никаких продуктов не получается держать абсолютно то есть ежедневные покупки маленькие надо съедать их и случайно магазины совершенно не обдумывая ничего никакие покупки потому что если обдумываю покупку я прихожу она уже обработана лежит для вас приготовлено уже вот только для вас или единственная пачка который или единственная бутылка единственный пакет стоит который вам надо он стоит один одинешенек да это абсолютно уже обработанный продукт и рядом стоят же те же продавцы которые в общем то работали на этих полках которые убрали все остальные пачки да просто видишь как как роботы эти работают которые командуют всеми эти роботы работают выполняя приказы не задумываясь что травят они не только лишь себя свое завтрашний день травят вообще все все люди вообще безголовые в общем все манекены думают что они кому-то вот меня не трогают сегодня вот я тому сделаю ближнему своему сделаю плохо а главное чтобы меня не трогали так это ты твое будущее завтра уже уже не завтра сегодня вечером твое будущее ваших всех будущее это это всем делают уже давно всем делают а некоторым пробует вот как на некоторых избранных пробуют эти вещи а потом это делают всем когда же до вас это псиопы дойдет что вы себе яму роете себе сами себе яму роете большую большую огромнейшую огромнейший ров копаете просто зарывайте себя вот поэтому а всем еще раз праздником труда до хочется на работу уже которую не найти опять же потому что весь потому что только моббинг там где меня приглашает на работу делают моббинг а где куда я прихожу случайно потом тем звонят и почему-то дают указание сверху не брать меня вот так и не удается мне работать сожалению а очень надо бы мне лучше когда работаю